Здравствуйте дорогие друзья! Газмейстер Сергей Шипов, эксперт сайта kristbook.com комментирует для вас партии первенства мира. В седьмой партии Анант играл белыми фигурами и не смог на этот раз добиться победы. Крамник устоял, была разыграна славянская защита. Черные применили новый для этого матча вариант взятия на C4, которая практически вынуждает ответ a2, a4. Дело в том, что у черных возникает угроза удержать завоеванную пешку путем b7, b5. И после a4 возникает известная теоретическая позиция. Белые отыграли пешку на c4, а черные успешно развивают все легкие фигуры. Но тем не менее, у белых есть в центре некоторое преобладание. Генеральная идея захватить центр путем e3, e4. И как показала теория и практика, препятствовать этому черные не могут. Если здесь сыграть конь e4, то еще Эви в матче с Алехиным показал, что есть очень сильный ответ слон d3. Дело в том, что если черные забирают пешку на c3, белые получают мощнейшую инициативу. А после ответа слон g6, это основное продолжение, так и сыграл Крамник, белые все равно играют e4. Дело в том, что если в этом случае черные забирают пешку e4, то белые предлагают жертву второй пешки, они играют слон a3, отсекают черного короля от поля g8, он не может рокировать. И даже если черные забирают вторую пешку, в этом случае белые получают мощнейшую атаку в центре. В общем, Анант это знал, разумеется, и Крамник это знал, это все известная теория вот уже 15 лет. Поэтому последовал спокойный ответ 2-0, белые защитили пешку на e4, черные создали угрозу e6, e5, поэтому белые сами поставили пешку на e5 и разменяли коней. Получилась структура больше похожая на французскую защиту, но различие в том, что у черных активны оба слона, белопольный слон успел выскочить за пешечный забор, но тем не менее, не все проблемы еще решены, так как у белых преимущество на королевском фланге, есть перспективы создания атаки. Анант сыграл ферз e3, чтобы развязать коня и передвинуть ферзя поближе к цели. Ход ладья e8 основным сделал сам Крамник во время своего матча с Топалом в листе 2006 года. И Анант ответил конь e1, освобождая дорогу пешки f2, а конь зачастую идет через d3 на f4. Здесь в одной партии матча в листе на тайбрейке Крамник сыграл ладья c8 и после f4 разменял опасного коня и воспрепятствовал продвижению f4 в 5. Возникшая борьба привела к ничейному результату, но на мой взгляд все-таки у белых есть небольшое преимущество за счет того, что у них два слона и перспективы атаки или на королевском фланге, может быть даже и на ферзевом. Так или иначе, Крамник уклонился от продолжения дискуссии. В ходе ладья c8 он сыграл слон g6. Это тоже известное продолжение. Белые разменяли слонов и использовали поле d3 для активизации коня. В этом положении ранее применялся ход слон e7, но, видимо, Крамник счел это недостаточным. Дело в том, что конь белых достаточно активная фигура, через f4 подключится к атаке на королевском фланге. Крамник сыграл ферзь b6. Идея в том, чтобы не позволить белым сыграть ферзь g3 и поставить на e3 слона. Пока висит под боем пешка d4. Анант здесь не стал долго думать. Я думаю, что если бы поменять соперников местами, то Крамник в силу своей привычки стал бы здесь долго изучать ситуацию. Но Анант намного легче принимает решение. Он тут же разменял слона и поставил пешку на b3. Выяснилось, что формально плохой слон белых, который во многих подобных ситуациях был бы хуже черного коня, а здесь он наоборот даже лучше, потому что, во-первых, у него есть прекрасная диагональ a3 f8, и на королевском фланге он может работать, а черный конь расположен неудачно. Ему еще надо добраться до поля c6. К тому же здесь есть такой фактор, как короли. При ферзях белые могут быстро организовать матовую атаку. После ладья c8 Анант сыграл очень практично и хорошо. Он сыграл слона 3. Я изучал здесь более резкий план с нападением на королевском фланге. После слона d2, ферз b6, сразу g4, h4, h5. Но в моем анализе получается ничьявечным шахом, как обычно. Все правильные варианты, как известно, заканчиваются повторением ходов. Вот посмотрите, как это происходит. Белые яростно атакуют, черные переводят фигуры поближе к королю. Конь и ферз подключаются к защите. И под угрозой страшной контратаки черных белые вынуждены форсировать ничью. Уходить на фосе нельзя из-за слона b4 шах. Поэтому следуют вечные шахи. Но это все осталось за бортом реальности, так как здесь сыграл Анант слона 3. Этот ход просто, по-моему, более сильный. Крамник, судя по всему, испугался матовой атаки соперника. Он не стал сохранять ферзей. Здесь могла бы уже пройти вышеназванная атака g4, h4, h5. Но и избранная Крамником ферзеты не дала ему уравнения. Дело в том, что размен на e3 очень здорово укрепил белый центр. Теперь пешка на d4 не слабая. Даже если черный конь переберется на c6, это ничего не даст черным. К тому же это еще надо суметь сделать, так как белые могут отправить пешку b3 на b5. Поэтому Крамник стал искать счастье на королевском фланге. Он решил высвободить коня ходом f6. Но Анант его придержал в плену ходом слон d6. И черный конь остался пленником в собственном лагере. Ход g5 правильный. Крамник дает некоторое пространство собственному королю. В этом положении начались хитрости. Я думаю, что Анант не должен был тратить темп на ход h3. Дело в том, что можно было сразу сыграть король f2. И то, что напрашивается в первый момент, захват пространства путем g4, король g3, f5. Кажется, что черные полностью стабилизировали королевский фланг. Но это иллюзия. Дело в том, что белые бьют на h3 не пешкой, а королем. И затем атакуют черных ходом g2, g4. Вот эту позицию было бы очень трудно удержать. Вот, например, в этой ситуации намечается практически полный цурцванг. Черные не могут уступать вертикаль c. Если конь уйдет вдаль-недаль, тогда белый слон на f6 пойдет. А если уступить вертикаль h, то тогда белые разменяют пешки на f5. И угроза ладья g1 с торжением ладьи на h7 приводит к тому, что белые выигрывают. Но Анант сыграл понадежнее, попроще h3, чем, видимо, осложнил свою задачу. А задача его заключается в выигрыше партии. Все-таки у него здесь стабильный перевес. Крамник совершенно справедливо выдвинул короля на g6. А Анант повел своего монарха на d3, чтобы провести удар e3-e4. Судя по всему, Владимир здесь прочувствовал опасность. Он понял, что надо что-то предпринять, иначе он проиграет без борьбы. И он начал операцию по высвобождению коня. Он разменял пешки на e5, и теперь сыграл b6, чтобы конь вышел на c5. Разумеется, Анант возразил ему ходом b4, но при этом обнажил поле c4, которым тут же воспользовался черная ладья. Но борьба еще не закончена. Дело в том, что после размена ладей на c4 у белых возникает идея атаковать оторвавшуюся пешку соперника на c4. И Анант приступил к этой идее довольно прямолинейно. Он сыграл ладья c1. Я думаю, что не хуже, а может быть и лучше, был бы перевод короля на c3. Дело в том, что после этого ладья свободна для активных действий. И надо посмотреть, сможет ли она прорваться в лагерь черных. Что, конечно, непросто сделать. Есть вариант отправить ладью на d4. Если черная проводит a6 b5, тогда белые могут перескочить ладьей и по вертикали a вторгнуться. В общем, четкого выигрыша я не нашел, но ощущение такое, что у черных все-таки довольно опасная ситуация. А Анант сыграл ладья c1. После ладья c8 выяснилось, что черный король грозит прорваться в центр. И Анант воспрепятствовал этому ходу g4, но ослабил при этом пешку a3, что впоследствии сказалось. Не исключено, что стоило сделать это путем e4. После g4 крамник долго выбирал между ходами a6 и a5. И мне кажется, что он принял правильное решение. Ход a5 проще всего ведет к ничьей. После a6 у меня есть долгие анализы. Например, в одном из вариантов... Вот здесь возникает очень опасная ситуация. Белый угрожает вторжением ладья на а7. Король идет на c2, но черных спасает изящный ход. Конь f6, после чего черный отыгрывает фигуру. И получается ладейное окончание, в котором лишняя пешка белых не приносит им победы. После a5 получилось все еще проще. Белые по плану отсекли пешку c4 от своих. Но она пошла вперед к цели ее погибнуть, чтобы получилась ничья, получилась крепость. Белые заблокировали пешку. Суть в том, что на король d3 следует шаг к c5. Очень важно разменять черным не только ладей, но и легкие фигуры. А важность заключается в следующем. Если черные промедлят и дадут возможность белым выиграть эту пешку, оставляя легкие фигуры на доске, то тогда черные постепенно проиграют это окончание по причине слабости двух пешек. b6 и g5. Вот в следующем варианте, который я набросал в анализе, здесь бить на a4 нельзя, если король b3, возникает полный цук-цванг. У черных просто нет хороших ходов. На король a6 последует h4, они потеряют вторую пешку, ну и дальше уже реализация носит технический характер. Но, повторяем, на король d3 следует точный ход конь c5, форсирующий ничью. Поэтому ананас сначала сыграл ладья c2, но черные стали выжидать короля f7, просто стоят и ждут. Честно говоря, во время онлайна мне казалось, что шансы на победу дает белым ход e4 с идеей переправить короля на d4 через e3, не давая черным возможности с шахом выставить коня на c5. И я думал, что надо играть ладья c4, король d3, взять и на a4 ладья c3, но, честно говоря, это все ненужные хитрости, потому что черные могут просто ждать. Дело в том, что на король e3 у них находится очень сильный ход ладья h8, и после разменов возникает тот же самый эншпиль, который я вам только что показывал, но с пешкой на h3, а без пешки на h3 черные элементарно держат ничью. Они просто стоят, и никакого цукцванга в знакомой аналогичной позиции не будет, так как черный просто королем ходит туда-сюда-обратно. А в партии Анант не стал все эти хитрости извлекать на свет, он спокойно согласился на ничью, пошел король d3, и после размена всех фигур выяснилось, что на доске стоит полная крепость, белому королю некуда прорваться, лишняя пешка белых не имеет значения. Таким образом, в партии зафиксирована ничья, счет в матче 5-2 в пользу Ананда. Для вас работал гроссмейстер Сергей Шипов. Всего доброго!